Основная работа происходит культиваторы, опрыскиватель, разбрасыватель. Две механические сажалки, брочь, ну, разных годов выпуска. Это брочевский протравитель самого первого поколения. Такие только в музее. Ну, у нас он работает. Так, а вообще вы сколько лет занимаетесь? Ну, уже 19, получается. Чеснок должен палиться, пусть даже хорошо, один-два раза, но так, чтобы наступить ногой и провалиться сантиметром на 25. Да. 2011. Вот, линия 2011 года, но она работает. Так что продажа молодого чеснока – это особое искусство. Так, и у вас сейчас сколько посажено на общую площадь? 180 гектар. Потому что теория – это хорошо, а практика – это все-таки совсем другое. Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. Приехал в Краснодарский край к Олегу Лабусу. Это самое крупное предприятие, которое выращивает чеснок в России. Видео будет интересное, будет много техники, полей, технологий. Смотрим до конца, пальчик вверх, мы начинаем. Здесь находятся два массива чеснока, значит, два поля в общей площади где-то 120 гектар. Это вот посажено с зубка, четырехрядной сажалкой, брочь. И посажено в прошлом году. Ну, так как поле большое, сажалки у нас маленькие, четырехрядные, поэтому в день сажалось приблизительно где-то около четырех гектар. Ну, вот мы находимся на краю поля. Это посажено конец октября, вернее, середина октября. А начинали поле сажать где-то 10 сентября. Ну, и рядом второе поле, мы потом покажем, такое же самое, тоже посажено зубком. Ну, вот, значит, что сказать, поле уже обработано, внесены удобрения, обработано первый раз рыхлением долотьями, просто для того, чтобы дать воздух корням. И вторая обработка была зубчатым культиватором, что является для нас новым. Значит, в этом году начали использовать, чтобы оттянуть применение гербицидов, для того, чтобы чеснок поменьше страдал от применения гербицидов. Тем более, погодные условия такие, что могут быть еще и заморозки, ну, что нежелательно для чеснока. Поэтому, вот, видите, чистота в междуряде, все чисто пока. Нет смысла сейчас применение каких-либо гербицидов. А зубочек вы калибруете? Ну, зубок, конечно, все высаживается по калибрам. Здесь высажено два калибра. Вот это зубок, здесь зубок посажен где-то 5-6 грамм. Там чуть дальше зубок начинали сажать 7-8 грамм. То есть разница в размере, в принципе, вы увидите. Если так поближе подойти, то это вот 5-6 граммовый зубок. То есть здесь расход семян от тонны 200 зубка до тонны 500. То есть до полутора тонн. А посадка у вас как, происходит вакуумная или... Нет механические сажалки. А прочь, да. У нас прочь механические сажалки, обычные, ложечного типа. Ага. Мы уже к ним привыкли. Да, поменяем, наверное, поменяем какую-то сажалку, возьмем пневматику. Потому что даже сказать, что пневматическая сажалка сажает точнее, вряд ли, намного точнее, но скорость посадки увеличивается. То есть если это мы можем сажать одной сажалкой, допустим, 2 гектара, то пневматикой, возможно, посадка где-то около 4 гектара. Где? Да. Это 4-рядная сажалка. А вот тут междурядка где-то 40, наверное? 45. А, 45. Междурядка 45, стыковые ряды чуть-чуть расширены. Где-то не 45, а 50. Ну, для того, чтобы трактор потом при обработке, вы же видите, следы узкой резины и следы для того, чтобы когда чеснок разрастется, чтобы он все-таки не травмировал листья. То есть мы не все делаем сплошным 45, а вот 4 ряда междурядка 45, стыковой ряд приблизительно 50. Приблизительно. Ну, это все относительно. Мы не используем никаких подрулик, то есть сажается просто по марте. И прополовится тоже? Просто глазами тракториста, механизатора, без всяких подрулик, потому что нет смысла сейчас на МТЗ устанавливать. Этого достаточно для уборки комбайна и для обработок. Вы же сами видите, что прошел культиватор, весь чеснок стоит и никаких нету огрехов, так называемых. Травматизм минимальный. Травматизм минимальный, да. То есть механизаторы обученные, уже около 7 лет они работают в этой теме и не меняются. То есть они понимают, что от них требуется. Так же самое и опрескивание, то есть механизаторы, два механизатора, которые занимаются опрескиванием, они прекрасно знают уже нормы внесения. Даже можно сказать, что мы уже как семья с ними, и они уже знают. Я могу на них доверить, да, и могу оставить их самих, и они все сами сделают. И все будет, я в этом уверен. Это замечательно. Когда есть команда, это много вопросов. Да, есть команда, и она обучена именно по тему чеснока. Мы потихоньку поедем, а вы можете снимать. Ну вот размер чеснока, вот как идет от минимума и от срока посадки. То есть мы были на самом крайнем сроке посадки, это где-то середина октября. Дальше двигаясь, то есть и дни уходят к сентябрю. Вот здесь вот оставили специально большую площадь земли для разворота опрыскивателя, чтобы можно было использовать опрыскиватель прицепной, во-первых. А во-вторых, здесь будут стоять поливные катушки. И для того, чтобы катушка шлангом не травмировала первое начало рядов. Вот здесь уже, видите, размер чеснока становится совершенно другой. Да, тут сантиметров двадцать он уже, да? Да, да. Пятый лист, наверное, идет. Это уже, наверное, больше. Вот это чеснок натоварный, это сорта Богадырь. Это не Любаша. Вот отсюда начинается, здесь сажался зубок поменьше Любаши, вот в эту сторону от этой дороги. Здесь уже чуть мельче чеснок, и чеснок был пятиграммовый, то есть зубочек. Ну, так же само все, ничего не меняется. Все пройдено уже культиватором, все обработано. Вот. Сейчас мы переедем на другой массив. Там посажен чеснок два года назад, воздушная луковица. Это семенной посев, именно получение обновленного зубка. Так, ну вот это, вот мы приехали на другой массив, этот чеснок посажен два года назад, то есть воздушной луковицей, 12-рядной сажалкой. Сажалку используем червона зирка украинская, да, она пропашная, на 45. Также все пройдено культиватором, сначала рыхление, сначала внесение удобрений, потом рыхление, а потом зубчатый культиватор. Ну, здесь видите, развитие чеснока, он другого вида, то есть он более крепкий, более сильный. И довольно-таки для этого времени выглядит, ну, честно сказать, за последние года, в которые мы работаем на Кубани, такого развития чеснока не было. Значит, опережение приблизительно 15 дней. Не знаем, скорее всего это связано с тем, что в прошлом году вот эта однозубка, которая была... в земле, пошли ранние дожди, то есть конец августа были серьезная, серьезная влага для него, и он начал вегетировать уже где-то 10 сентября. В зиму этот чеснок ушел с 5-6 листьями, попал под морозы без снега 17 градусов, то есть вот здесь на этом месте 2 дня было 17 градусов. Ну, конечно, немножко были опасения, что там, ну, листочки подмерзли, и вы видите, что вот эти сухие листочки, ну, это не болезнь никакая, это результат заморозков. Сейчас это все будет обрабатываться вместе с содержащими препаратами, и это все уйдет, и чеснок примет другой вид. То есть, ну, мы довольны вот этим посевом, довольны, это вот именно то, что будет семенами, так называемыми, обновленными семенами. Второй репродукцией, да, то есть вот это мы оставляем и себе на посев на следующий год, и как бы, ну, реализуем желающим, кто захочет, значит, получит. Ну, это чистая любаша, вот она уже у нас с 2004 года, то есть с двух тонн любаши, которую мы купили у хозяина сорта, Захаренко Ивана Ивановича, вот мы так движемся, каждый год высевая это все воздушкой. Так, а вообще вы сколько лет занимаетесь чеснока? Ну, уже 19 получается, где-то, да, 2004 год, первый раз мы приобрели две тонны чеснока, вот это с двух тонн. И вот так она движется со стороны Крыма, приехала на Кубань и продолжает, продолжает здесь дальше свою жизнь. Если кто-то использует технику МТЗ, как мы, да, допустим, мы, допустим, работаем только МТЗ, мы расставляем ее на метр восемьдесят сразу, но если вы выращиваете другие культуры, там, овощи, то нам, допустим, приходится, если мы сажаем картофель, вот тогда картофель мы сажаем по схеме девяносто, из-за этого, из-за того, что не на семьдесят, как все это делают, а переставляют все. Да, ну сорнячок немножко есть тут, потому что все-таки зимующий сорняк, то есть чуть попозже, конечно, будем обрабатывать гербицидами. Без этого не обойтись, иначе здесь планируется уборка четырехрядным комбайном, который мы сейчас вот ждем, заказали. И, то есть, естественно, при уборке механической, то есть комбайнами, чистота поля должна быть идеальной. Иначе это затруднит уборку, затянет ее на долгое время, а для такого массива, в принципе, есть 10 дней для уборки. То есть за 10 дней мы должны убрать вот здесь такого чеснока 40 гектар семенного, это здесь, на этом поле. Дело в том, что у нас два массива чеснока с интервалом территориально с разницей в 50 километров. То есть две базы. Ну, так как мы земли арендуем, собственности земли у нас пока здесь нет. Мы арендуем земли и стараемся брать всегда после зерновых культур. Хозяйство заинтересовано в том, чтобы мы у них брали в аренду. Почему? Потому что после нашего фона удобрений они имеют очень серьезный урожай зерновых и всего остального. То есть хозяйство, в принципе, заинтересовано. Мы в них, а они в нас. То есть у нас обоюдное сотрудничество с этим хозяйством. При том, что хозяйство где-то около 9 тысяч гектар, то есть есть всегда площадь, которую можно выбрать ближе к реке, к поливу. Ну, естественно, планируем здесь сделать полив. То есть вот здесь получается лесополоса, здесь будет лежать труба на всю длину. И второе поле находится через лесополосу. Для экономии кладем трубу вдоль одной лесополосы, катушки поливные будут выставляться в эту сторону, потом труба будет перекидана на ту сторону и катушки будет поливать в ту поле. То есть, понимаете, да, линия будет построена одна. Но она будет мобильная, то есть мы свариваем трубы, сейчас подъедем, я вам покажу, как все это делается. Магистраль. Да, магистраль сейчас мы только собираем, потому что сейчас влаги хватает, полив сейчас не нужен. Скорее всего, полив понадобится приблизительно где-то в середине апреля. Ну и потом при нарастании головки, то есть, естественно, значит, в условиях Кубани в прошлом году была народность в поливе, позапрошлом году чеснок прекрасно вырос без полива. То есть мы разматывали катушки, потом приходилось их сматывать. То есть как-то так получилось, все шло вовремя, да, и все произошло. То есть в условиях Кубани бывают года, когда можно не поливать, но это очень редко. Так, бульбочку калибруете? Калибруем на пяткусе. Калибр такой? 4,8 мм. Это основной калибр. Стараемся больше не сажать, потому что в условиях, здесь, условиях здесь, если ты сажаешь воздушку крупнее 8 мм, она стрелкуется в первый год. В первый год. Сажаешь, сажаешь мелкую, получаешь мелкую однозубку. То есть, ну, поэтому стараемся выбрать воздушную луковицу 4,8. Вот так, вот с этого какой получится урожай? То есть получится головка? Головка получится полноценная. Ну, в среднем головки будет, ну, конечно, у нас мы добивались головок по 120-150 грамм на любаше, но всегда берем средний вес, это где-то грамм 70. Ну, то есть, для урожайности, так как этот чеснок предназначен для семенных целей, то есть он будет высушен, ну, это приблизительно урожайность 9-10 тонн. Это в остатке. А если бы его убирали бы мы на молодой чеснок, то есть обычно уборку молодого чеснока мы начинаем приблизительно с 5 июня. В разные года. Бывает 5 июня, бывает 10 июня. Тогда урожайность где-то 14-15 тонн может быть. Ну, это в сыром это явление. В сыром, да. Понятно, что в сыром, при том, что продажа сырого чеснока должна происходить в течение суток. Это выгодно нам, как бы невыгодно продавцу. Но дело в том, что мы отправляем далеко, и вот даже преодолев тысячу километров, приблизительно, тысячу километров, допустим, фура 20 тонн, она доезжает 19-500. То есть 500 килограмм за сутки улетает воздух. Так что продажа молодого чеснока – это особое искусство. Ему надо пользоваться и использовать, естественно, холодильные установки при перемещении. Самое страшное, пооборот, никогда нельзя запускать посевы. Вот, допустим, вы подходите к уборке, там, стрелку начинаете убирать. Обычно все начинают сразу забывать, что надо бороться с сорняком до самого конца. Иначе получится, что как раз надо убирать, а у вас пошла вторая волна сорняков, третья волна. И тогда просто вы не успеете. Заняты будете другими делами, там, удалением стрелки или еще чего-то, и запустите сорняк. То есть надо постоянно об этом думать. Сорняк – это и влияет на урожайность, и на уборку. Но самое главное – на уборку. Мы начали сбор, сейчас подойдем к магистрали поливной. Ну, то есть я думаю, что за вчерашний день, первый день сварки, ребята сами, механизаторы, мы сами покупаем паяльники. Сейчас уже используем широкие трубы, чтобы сразу, допустим, поливать одновременно четырьмя катушками. Здесь вот с прошлого года осталось лежать сотая труба, это магистраль. А сейчас собираем более-более толстую трубу. Конечно, сложности есть, потому что, во-первых, это тяжелые трубы. Ну, во-вторых, механизаторы, в принципе, не для того созданы, чтобы заниматься этой работой. Но, тем не менее, они уже специалисты во всем уже. Они просто супер, сами паяют. Так, а это? Это зубок. Это зубочек, да. Самая последняя посадка – это ноябрь месяц вообще. Вот это уже ноябрь, начало ноября. Ну, вот видите, вот здесь вот магистраль. Вот сейчас трубы разложены. Вот до этого момента дошли, спаяли. Как бы трубы, и вот она пойдет на всю длину, приблизительно около двух километров магистрали. То есть это 225-я труба, и она туда уходит телескопом. 160-я и в конце 100-я. Такой хозяйственный дворик маленький здесь. Доморол, да, опрыскиватель. Опрыскиватель деморол, разбрасыватель турецкий. Я их просто подвел. Вот это наша штригельная барона 9-метровая. Давайте выйдем. Вот штригельная барона. Вот культиватор, который нас сейчас выручает. Я надеюсь, что и дальше мы все-таки научились работать им. Это вот культиватор зубчатый, полиуретановый. Вы видите эти самые звездочки. Это 13-секционный. Это на то, что посажено 12-рядная сажалка. То есть, видите, да. А вон вот здесь, это 5-секционный культиватор. Ну вот, здесь техника. Много техники не надо для обработки этого участка. Достаточно трех тракторов, вот таких МТЗ на узкой резине. Ну, здесь два. Третий пока на той базе. Вот. Все. Основная работа происходит культиваторы, опрыскиватель и разбрасыватель. Это вся основная работа, которая нужна для выращивания чеснока людей. Так, ну вот сейчас проедем. Тут мы хозяйство старенькое, которое мы арендуем. То есть, мы сейчас хотим, сейчас покажу вам ангар, который мы хотим до конца отремонтировать. Крышу и использовать его для первичной обработки чеснока и для сушки. Чеснока в контейнерах. Так как комбайн будет ботворежущий, предполагается, что сушка должна быть принудительная. Ну, с одной стороны, конечно, это хлопотно, но если представить, какое количество людей нам нужно для уборки чеснока, сами понимаете, что лучше сделать все так, как положено, чем бывают случаи, когда тебе надо срочно порезать чеснок или что-то сделать, а ты не можешь найти людей даже здесь. Хотя с этим пока проблем не было особых. Так, ну вот, ну здесь, как бы у нас тоже кое-какая техника, дробление происходило. Здесь тоже стоит линия дробления, линия сортировки, протравка. Здесь мы тоже, ну, на двух базах практически одинаковый стоит комплект техники. Ну, мусора, правда, много, извиняемся. Ну, вот этот ангар, вот видите, там крыша, то все, это все сейчас будем ремонтировать, и вот этот весь ангар будем использовать для первичной обработки. А потом, конечно, после комбайна первичная обработка, сушка, а потом дробление, сортировка головок, протравка. Все будет происходить вот на этой территории. Ну, надеемся, что это все до ума доведется. Он засыпается сразу сюда? Да, да, туда. Не, он засыпается с этой стороны, здесь вентилятор ставится дополнительно, мы его так придумали пока что, но потом сделаем вытяжку, чтобы шелуха улетала лишняя. То есть он там прыгает, прыгает? Прыгает, прыгает, да, и по размеру, ну, старенький он, уже пустой, старенький валяется, видишь, вот, все. Так, и здесь вы сетки? Либо сетки, либо выдвигаются. Если мы ставим, вот так выдвигается, сюда ставится корыто, пластмассовые корыто, набираются корыто, и ребята ссыпают в сетки, это если мы сортируем в сетку. Если не в сетку, это не надо, здесь контейнер. И все. Ну, предполагается, что здесь будет стоять контейнер. Ну, наверное, придется немножко уменьшать высоту, потому что немножко высоковато. Контейнер 80 сантиметров, чтобы чеснок не бился сильно. Ну, обычно делают как, кладут мягкую прокладку, там, допустим, ящик ставят, когда чеснок насыпают, по мере насыпания чеснока это все убирается. Вот, а нет, это мягкое. Просто с высоты, с такой, когда он будет падать в контейнер, не травмировался. Контейнера, если после линии очистки, после комбайна, контейнера убираются, выставляться здесь будут приблизительно пачками, там, скажем так, 4 на 5, заматывается, ставится вытяжной вентилятор с раструбом, и все это здесь будет сушиться. Вот, потом опять будет пускаться на ту же линию очистки, сортироваться по головкам, и уже в контейнерах будет либо стоять в своей участи, ждать здесь для дробления, либо, как товарный, будет отправлен в холодильник. Ну, холодильник пока у нас тоже нет, мы арендуем. Все, развиваемся, развиваемся. Да, нет, но есть смысл постройки холодильника только на своей территории. Мы не можем сейчас, может быть, мы когда-нибудь его и поставим, но тогда, когда у нас будет своя база. То есть пока что в этих условиях нам так удобно работать. Это брошевский протравитель самого первого поколения. Такие только в музее. Ну, у нас он работает. Эта линия тоже старинная, она завезена была в Россию где-то в 2011 году. Даже мы можем посмотреть. Вот ради интереса, ну, давайте, сейчас, может, мы найдем, я даже не обращал внимания, где здесь этот есть шильдик, да? Наверное, даже и шильдика нету. Ну, давайте посмотрим на эту линию тогда. Тоже, где-то же есть шильдик. Пойдемте. Вот эта линия, сейчас, сейчас, сейчас. Она уже вся коррозией побита, но она же работает. А, пожалуйста. Сейчас. Я просто год выпуска. 2011. 11 год. Вот линия 11-го года, но она работает. То есть у нас все не очень, конечно, красиво, потому что нет своей базы. Но все рабочее. Главное, что все работало. Да, тут рыбалка, вот люди. Чеснок не очень требовательный к влаге. Он все-таки требовательный к влаге, когда он нарастает головка. А сейчас, когда он формирует корневую, наоборот, по моему мнению, чем дольше, чем, чем дольше он находится без полива, то сейчас он, корни ищут воду, да? Они, наоборот, развиваются мощно, ищут воду, углубляются. И получается, что потом уже создав мощную корневую после зимовки, чеснок начинает при малейшем там влаге, он по капиллярам все равно с земли забирает влагу. А сезон в среднем сколько поливаете раз? Ну, если засушливая весна, то, наверное, раза два. С нормой приблизительно где-то 300 кубов на гектар. Да, это очень много. Да, 300 кубов на гектар. Не, ну, чеснок должен палиться, пусть даже хорошо, один-два раза, но так, чтобы наступить ногой и провалиться сантиметров на 25. Да. Ну, вы же понимаете, что залегание корней там на глубине находится, если сам чеснок на 9-10 сантиметров в глубине, то еще корни куда. То есть землю надо промочить. Смысл полива этих верхних поливов, да, для того, чтобы сорняки росли. Но никакого нет. Поэтому лучше полить хорошо, но не перелить. Чеснок не очень любит воду. Все должно быть в норме. Поэтому, ну, были же, да, я уже рассказывал, что были года, когда мы вообще не поливали. То есть вот такие были дожди, они как-то шли вовремя. Ну, самое основное, конечно, в нашем-то регионе еще понятно, что все-таки лето у нас более без дождей. В вашем регионе вообще надо оперативно проводить уборки, потому что, ну, у вас все-таки влага может задождить. Ну, не только уборки, я думаю, что в вашем регионе и посадки надо оперативно делать и начинать их высаживать заранее, чтобы думать о том, что, вот, допустим, если человек спланировал, там посадку 10 гектар, ему надо понимать, что ему надо хотя бы там неделя для того, чтобы высадиться, да, если он будет сажать по 2 гектара в день. Поэтому надо всегда, всегда рассчитывать на погодные условия. Это действительно так, потому что вот в предыдущем сезоне у нас несколько человек, они не смогли отсидеть. Просто не успели. Да. Потому что им не дала, земля не дала зайти в землю. Поэтому, когда нас спрашивают о сроках посадки, вот еще немаловажный момент. Ну, скажу вам так, мы ушли от всех этих самых энциклопедий, науки, так называемых, не знаю. То есть, либо это практика, либо это как, но в нашем регионе, если почитать, в Краснодарском крае, там советуют, даже старики, советуют высаживать чеснок, там, в октябрь-ноябрь месяц. Значит, мы ушли от этой практики. Иначе начинаем, так как много сажать, мы начинаем сажать чеснок с 10 сентября. И как бы не боимся, потому что, то, что вы сами видели результат, я вам показал, когда чеснок уходит 5-6 листьев в зиму. Ну, а та же история произойдет и в вашем регионе. Если даже он взойдет, и если у вас есть гарантированный снежный покров, то мне бояться нечего, абсолютно. Потому что теория – это хорошо, а практика – это все-таки совсем другое. Так, и у вас сейчас сколько посажено общая площадь? 180 гектар. 80. 90 гектар – это посажено воздушной луковицей двухлетка, и 90 гектар зубком. То есть посевы одинаковые. Единственное, что на втором участке, который мы сейчас поедем, там из-за того, что было непонятно с землей, с арендой, пришлось загустить посев, то есть там будет чисто ручная уборка, обычный подкоп овощной скобой, выбор чеснока руками и резка руками. То есть вот, конечно, хотим от этого уйти, но так сложилось, что на тот момент не было земли, и пришлось загустить посев ровно в два раза. А вот, сейчас тут хочу показать, вот это поле, на котором в прошлом году был чеснок, даже видно, даже видно, как падалица чеснока растет. И вот если посмотреть, сейчас проедем, вот справа поле, зерновое поле, которое посажено после подсолнуха, после подсолнуха. И по развитию пшеницы, которая после чеснока, она на порядок выше, чем вот даже вот поле, зерновое поле, которое посажено после подсолнуха, а графон видите даже и цвет пшеницы и вот и вот остановимся вот здесь следов вот поле после чеснока это хозяйство проводила подкормку подавила тут и вот видно развитие пшеницы здесь и развитие здесь получается после чисток а здесь после чеснока зеленая зеленая темная и она темная и развитие ее в два раза больше я думаю что здесь хозяйство снимет хорошо под сто цен нет а здесь конечно слабенько ну сейчас мы приехали на другую базу нашу основную которая есть в яндекс навигаторе то есть ип лабус чеснок ну опять же это все у нас в аренде тут помещение вот тут в основном то расположена вся основная техника вы видите но это удобрение которые предназначены для чеснока здесь стоит ботва вяжущий комбайн который основной который мы сейчас до сих работали до того момента как приобретем ботворец у копалка картофельная тоже фирмы брочь как бы вся техника у нас в основном брочь здесь почва обрабатывающая техника то что мы готовим по чеснок это плуг ярославский культиватор сплошной бдт кстати вот это скоба овощная когда здесь на этой территории 60 гектар чеснока посажена по другой схеме так как не было возможности тогда арендовать землю большой площади мы посадили чеснок здесь не на 45 сантиметров получилось развернули сажалку и посадили еще ряд между 45 получилось двадцать два с половиной и естественно здесь будет ручная уборка будет овощная скоба применена вот это на метр восемьдесят для того чтобы подкапывать а люди уже руками будет выбирать чеснок ну и дальше резко естественно руками техника на мы используем 1221 для основной обработки почвы не только когда он делает основную обработку осенью сажаем высаживаем а потом переставляем также на нем колеса узкие и делаем на метр восемьдесят то есть он может делать все обработки и опрыскивание и тоже тоже только на узкой резине тоже кстати он используется обычные трактора это старенькие 80 пойдем дальше старенький 80 вот они все раз все они раздвинуты на метр восемьдесят на узкой резине это вот классическая форма трактора который должен для обработки если вы сажаете на 45 это это колея вот здесь две сажалки механические две механические сажалки брочь разных до выпуска тут начиная 14 года и вот более новее ну там видите поливные агрегаты катушки в основном предпочитаем использовать катушки фирмы окмис так как вот видно даже если подойти к ним вот вы видите почему мы используем эти катушки вы видите как на ней смотан шланг на некоторых из катушек из фирм там допустим р.м. там ну или взять вот эремек вы видите как смотан шлах и вот смотка шланга идеальная так вот эта сажалка это картофеля сажалка это сажалка селка червонозирка украинского производства которое мы высаживаем воздушную луковицу ну а там культиватор 13 секционный под эту сажалку здесь поливные станции раз одна ремека на скове разбрасыватель то есть ну и основной основной элемент это у нас тонны опрыскиватели которыми мы в основном работаем сейчас еще приобретаем это навесные удобство заключается в том что штанги 15 метровые развороты очень удобно для трактора то есть не надо оставлять много места но сейчас на больших площадях там где вы были на первой базе мы приобретаем прицепной опрыскиватель чтобы заправка была две с половиной тонны что было меньше заправок и больше обработанных но это более так ну что тут пойдемте зайдем сейчас там где мы готовим зубок здесь у нас маленький офис маленький вот это все что у нас это называется офис тут проводится все лето как бы они еще ради интереса заходите вот видишь тут у нас тут у меня все как все как обычные обычная квартира вон посмотри там стол кондиционер все эти здесь я иногда живу а летом всегда особенно когда поливы я сам контролирую поливы ночью потому что ну тракторист может и заснуть там там уже самое главное контролировать когда у тебя идет сразу три-четыре катушки надо смотреть чтобы они одновременно выходили регулировать скорость это мы делаем это селитра да это селитра вот сейчас уже стали основная подкормка была не травмо фоской почему потому что на сплошном посеве мы тогда мало дали дима фоски ну не было финансовой возможности сейчас кинули по 300 килограмм не травмо фоски а за фоски так называем 16 16 16 и заделали его в этой штригельной бараной землю на сплошном посеве механических обработок кроме как штригельной бараны никакой нет этого ранние сроки пока она не вредит чесноку тут у нас тоже как бы дробильная линия стоит здесь более тепло людям работать осенью здесь она немножко поновее эта линия 14 или 15 14 14 года по моему вот здесь дальше здесь стоит петкус на котором мы готовим воздушную луковицу то есть вот на этой машине мы сортируем луковицу воздушную потом высеваем руками 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 все полностью вот мы там убираем порядка двух тонн воздушке все это руками делается на обычно на на обычных как сказать на кроватной сетке бросаем туда и потом здесь уже отсевается все и мусор улетает ну еще как бы еще после осенних работ порядка особо не наведено там дальше вот стоит протравитель брочевский и вот мы начали готовить уже количество контейнеров для ботворежущего комбайна постепенно по 100 штук заготавливаем покупаем вот так все потихоньку ну здесь мы выезжаем вот на поле про которое рассказывал где посев посев сделан как бы не сплошной но 22 с половиной сантиметра получилось 12 рядная получается до 12 ряд насажалка с разворотом и опять значит вот одно один массив здесь это было 15 здесь только получается штригель находите и только штригель и опрыскать или вот видно колея вот видно колея сразу вытопано еще при посадке как бы сплошной посев сразу как бы сразу было вытоптано вот эти места для колеи здесь мы работаем даже на широкой резине потому что так устойчивый трактор работает как бы двухлетка будет и под скобу да и уборка под скобу здесь немножко посажено зубком это уже остатки остатки семян были тут немножко сорня конечно немножко это сколько здесь около шести гектар здесь любаша вот немножко подзаросшая сейчас работаем гербицидом уже здесь здесь было использовать здесь было посажено два сорта пробно майский крымские майские киргизские но они не не очень хорошо пережили морозы и потому что видимо сорта ранее неустойчивые здесь еще один сорт широколистный тоже местного местные местные этой самой селекции до чисто участника взяли на посмотреть как он себя поведет но он зимующий и головка у него крупная и белая она не фиолетовая не как любаша не как там богатырь там добрыня все остальное здесь у нас картофель подалица чеснока в общем это такое овощной овощной огородик маленький это тоже любаша сейчас выйдем сейчас доедем здесь магистраль вы уже вот видите магистраль лежит лежит поверху магистраль готовая к поливу 110 труба и выведены гидранты будут здесь тоже будет полив катушками то есть все в таком плане здесь земля земля в на этой на этих полях она немножко как бы сказать побогаче это гумус земли 58 ну давайте выйдем здесь конечно посев загущен здесь порядка порядка где-то 500 тысяч вот здесь видно прекрасно что здесь не 45 а 22 с половиной где-то тракторист конечно вернул здесь все но развитие чеснока лучше чем мы были даже потому что здесь здесь земля побогаче и как бы даже сплошной видно что чеснок абсолютно другой на это любаша тоже но это тоже все с воздушки это все это все будет семеном что-то будет семенами продано что-то будет выкопано крупный чеснок будет продан на засолку наверное молодым мы будем стараться средний будет оставлен посадку потому что здесь тоже будет обновленный сорта вот здесь вот пойдемте сюда а ну вот здесь вот видно да труба просто лежит не закопано почему это делаем почему сверху потому что земли арендованные трубу мы каждый раз режем перетаскиваем свариваем то есть работы вроде бы кажется много но занимает она там порядка двух дней раскидать всю эту вот здесь вот такой же посев 15 гектарный по-моему да приблизительно все это уже вот сорт богатырь ну так как мы его покупали тоже бесконечно без документов покупали первый раз мы вообще купили воздушную луковицу ну пробуем его но нам он нравится в том смысле что во первых он для засолки более подходящий потому что он на неделю полторы раньше любаши вот можете подойти посмотреть тоже его развитие но для этого времени и мы считаем что это очень очень хорошее развитие чеснока посмотрите 23 марта уже то есть мы даже не понимаем как в этом году выйдет со стрелкой мне кажется это будет раньше если мы стрелку начинали убирать где-то двадцатых числах мая всегда думаю что в этом году 10-15 мая потому что но вы видите что там сколько листьев да и вот если посмотреть хотя бы на экземпляр ну да есть вот есть тоненькие а вот посчитать листья это он 1 2 3 4 5 6 7 лист но это при том что он сформирует там 10-12 листов вы видите на что не знаю хорошо это плохо первый раз мы попали такую историю что такое время чеснок имеет такое развитие по виду он хорошо себя чувствует мы посмотрим результат покажет урожай тогда будет ну планируем здесь при таком сплошном посад посеве если даже хотя бы получим головку 50 60 грамм ну я думаю что на рот он может 17 18 до 20 вытянем но здесь загущено в два раза на 500 тысяч в среднем 500 не 250 тысяч а 500 тысяч двойной высида ну это мы не снести не говорим что здесь 25-30 дай бог даст 20 хорошо да так что ну вот в принципе все мы познакомили вас с нашим маленьким хозяйством вы увидели как растет чеснок марки 23 где числа поэтому всем желаем успеха в этом деле тяжелом конечно надо измерять конечно свои возможности даже для нас уже сколько опытных мы уже понимаем что уборка такого объема будет нам стоить очень больших людских затрат денежных ну и конечно здоровья всем желаем здоровья успеха в этом деле в этом бизнесе и хорошего заработка спасибо